Давайте начнем сегодняшнюю лекцию. Сегодня у нас четвертая лекция. В прошлый раз мы доказали теоремию Миштрасса, получили некоторые какие-то следствия. Сегодня мы тоже продолжим несколько следствий, напишем, несложно. И уже начнем сегодня доказательство теоремы Сельберга о количестве нулей у зета-функции Риммана на отрезках критической прямой. Давайте сначала запишем несколько утверждений, которые… Еще одно утверждение, в прошлый раз у нас одно было, и в этот раз тоже запишем еще одно утверждение, несложное. Одно из них, какие-то утверждения нам понадобятся после, какое-то нам сейчас тоже понадобится. Давайте пункт А. Это такое утверждение, что если мы рассмотрим следующую сумму, сумму по нетривиальным нулям зета-функции Риммана, давайте мы, помните, обозначали через РО. Давайте напишем там РО равно β плюс и γ θ. Ну или давайте КСИ напишем КСИ от РО, чтобы не писать нитривиально, КСИ от РО равно нулю. Ну и вот тут такая величина числителя единицы, знаменательная единица плюс Т минус γ в квадрате. Т – это у нас произвольное число. Т – у нас произвольное число вещественное. То это есть его большой, от логарифм. Давайте напишем модуль Т плюс 2. Ну, можно считать, что просто Т на самом деле какое-то там большое число, тогда Т плюс 2 можно не писать. Вот. Это такое первое утверждение. Два следующих утверждения – это просто исследствия. Сейчас мы увидели, но просто мы их тоже перепишем. Давайте, если мы на самом деле рассмотрим сумму по нулям таким, что… Давайте я здесь напишу Т произвольное число, произвольное число вещественное. Ну, это совершенно простейшее следствие из пункта А. А на самом деле, то есть если у нас на самом деле модуль Т минус γ больше единицы, то знаменатель единичку можно убрать и написать просто не единица плюс Т минус γ в квадрате, Т минус γ в квадрате и иметь такой же порядок. Ну и, соответственно, просто чтобы у нас для наглядности было, если мы рассматриваем γ, это ординаты нулей кси-функции, такие, что подстоят от Т по модулю на величину не больше единицы, то здесь мы просто уже единичку тоже запишем, как и было, да, на самом деле в этом утверждении. Ну, давайте это равно большое в утверждении А. Вот. И следующее следствие, на самом деле, которое мы запишем, тоже из двух частей состоит. Первая часть мы докажем, второе будет простейшее следствие. Если… Давайте сейчас я сформулирую, а потом вспомню, что такое n на Т. Ну, давайте меньше-меньше или небольшой логарифм тоже. Давайте. Пусть у нас Т, у нас число Т. Давайте напишу больше нуля, логарифм Т плюс 2. Где у нас n на Т? Это число… Давайте я картинку нарисую, чтобы нам не писать. n на Т, если вы помните, это число нулей, укси-функция или нейтральная нуля и зета-функции, которые лежат в критической полосе, то есть когда у них вещественная часть между нулем и единицей, а ординаты нулей не превосходят и большого. То есть вот здесь критическая прямая, одна вторая, вот у нас сколько-то нулей, да, так на критической прямой, но может потом будут какие-то еще нули. И вот здесь вот все нули, которые здесь лежат, это вот n на Т. Число вот этих нулей в таком прямоугольничке. Вот. И это первая, допустим, формула. Вторая – это простейшее следствие, что мы просто, если напишем n на Т, n на Т плюс 1 минус n на Т – это число нулей, которые лежат в таком прямоугольничке, когда ординаты между Т, большой Т плюс 1. Но если мы просто n на Т запишем, то это будет понятно, не происходит Т логарифм меньше и меньше Т, логарифм Т плюс 2. Вот. Ну, понятно, из этого утверждения нам нужно доказать только пункт А и первую строчку из пункта Г, потому что все остальное – это совершенно простейшая форма. Вот. Ну, давайте мы сейчас это докажем, утверждение. Вот. Самое последнее утверждение на прошлой лекции мы доказывали. Это мы доказывали формулу по нулям от логарифмической производной функции Z. У нас была, мы доказали вот в прошлый раз такую формулу, что если со знаком минус взять логарифмическую производную функцию Z, ну, то вот это у нас как раз особенность, да, полюс в S равной единичке. И еще была сумма по нулям со знаком минус единица на S минус ρ плюс единица на ρ и остаток побольшой от логарифма. Мы тоже записывали модель Т плюс 2. Где здесь сумма ведется ρ по нулям, а нейтраль по нулям Z функции риммена. Вот. Ну, давайте, чтобы доказать вот пункт А, мы рассмотрим эту формулу в точке S равно 2 плюс ИТ. Ну, давайте запишем. Минус Z штрих на Z в точке 2 плюс ИТ. Давайте первое, что заметим. Логарифмическая производная функция Z, да, помните, мы на какой-то одной из первых лекций писали формулу. Это ряд в дирехле, да, с коэффициентами λt, да, функция Чебош, функция Монгольта λt. Вот, и ряд там представляется, когда вещественная часть S больше, чем 2, ну, абсолютно сходящийся ряд, да, и ограничен какой-то константой. То есть для любого Т, да, какого бы Т мы ни взяли, если мы рассмотрим логарифмическую производную функцию Z, то точки 2 плюс ИТ, ну, это какая-то ограниченная какой-то константой, да. Вот. То есть, ну, давайте запишем, что это вот эта величина, она на самом деле меньше-меньше единицы, да. То есть по модулю можно идинить для любого Т. Вот. А с другой стороны, давайте посмотрим, что это вещественная часть S, да, то у нас в правой части этой формулы. Когда мы поставим в выражение единицы, поделенную на S минус 1, вместо S 2 плюс ИТ, то в знаменателе будет комплексное число с вещественной частью равной единице, ну, и какой-то мнимой части равной Т. То есть по модулю это число, меньше-меньше единицы, в знак О большой от логарифма модуль Т плюс 2, ну, попадает. Вот. Да. Туда попадает. Ну, давайте теперь посмотрим, что у нас получается. Вы знаете, единственное только… Проверьте, или давайте я сейчас проверю, там знак у нас минус перед суммой, суммой пару, или плюс в утверждении. С прошлой лекции. Давайте посмотрим, что мы там доказали. Ну, для того, чтобы точно все быть. Так, давайте посмотрим. Да, со знаком минус, да? Да, все, со знаком минус, все правильно. Так, все, знак минус у нас есть. Вот. Ну, давайте дальше посмотрим. Посмотрим про следующую сумму пару. Следующую сумму пару. Что у нас тут такое? Давайте так. Тоже поставим вместо S, это число 2 плюс и Т. Вместо S поставим число 2 плюс и Т. Вот. И давайте, знаете, что мы возьмем? Мы от обеих частей, да, давайте я сейчас напишу, возьмем… От обеих частей равенство вещественную часть. То есть у нас слева берем, рассматриваем минус вещественную часть от квадрифмической производной, ну и справа тоже вещественную часть. Ну, вот это константы, которые… Логарифмическая производная, вещественная часть тоже коренконстанта, она в О большую попадает. Вот. Опять-таки, да, вещественная часть, единица минус S1, это в О большую попадает. И давайте напишем, что у нас получится. Ну, если давайте сознаком минус сумму по нулям мы перенесем в другую сторону. Минус пропадает, здесь сумма по нулям, я здесь напишу единицы на 2 плюс и Т минус ρ, плюс единицы на ρ. Это, оказывается, по порядку, как логарифм модуль Т. Вот. Мы вот это получили, такую форму. Ну и давайте теперь мы на самом деле… На самом деле, вот что мы сделаем. Вычислим, найдем вещественную часть выражения в скобках. Ну, первое – это то, что можно написать. Вещественная часть единицы на ρ, это вещественная часть единицы на β плюс и γ. Через β плюс и γ мы обозначим произвольно какой-то 0. То есть это будет β, поделенная на β в квадрате плюс γ в квадрате. И известно нам, что β между нулем и единицей расположены. То есть это какое-то положительное число, неотризательное число. Ну и давайте теперь запишем вещественную часть первого. Слагаем о скобочках. Ну, то же самое. Это будет 2 минус β. То есть мы ρ распишем как β плюс и γ. Ну и здесь остается 2 минус β в квадрате плюс t минус γ в квадрате. Вот. Ну, смотрите. Давайте теперь тоже запишем, что мы отсюда получили. Так как вещественная часть единицы на ρ – это какое-то неотризательное число. Ну, отсюда мы получаем… Давайте я так напишу. Следствие, что вещественная часть от суммы по ρ – единица на 2 плюс и t минус ρ. Да, это тоже О большое. Да, и потому что эта вещественная часть, вот это выражение – это тоже число неотризательное. Ну и давайте оценку снизу здесь запишем. Смотрите, β у нас между нулем и единицей. Да, самое плохое – это когда числитель, когда сам маленький, когда β равно единице. Значит, запишем единицу. Давайте посмотрим, ну, запишем, когда знаменатель самый большой. Да, самый большой – когда β может быть равно нулю. То есть у нас здесь получается 2 минус β в квадрате – это число, которое точно не больше, чем 4. Вот. Ну и здесь вот плюс t минус γ в квадрате мы должны записать. Ну, давайте пока это оставим. Ну, с другой стороны, если мы здесь напишем четверное выражение 4 на t минус γ в квадрате, мы только, получается, величину еще могли бы только уменьшить. Ну и уже понятно, 1 четвертый выносится за скобки. И что у нас получается как раз у нас то, что нам нужно. То есть что сумма по всем нулям, единица деленная на единицы плюс t минус γ в квадрате – это есть у большой, это логарифм модуль t плюс 2. Вот. Это выражение пункта А мы доказали. Вот. Давайте докажем пункт… Ну, отсюда докажем пункт Г, потому что пункты B и V – это простейшее следствие, как мы видели, просто переписали, там ничего делать не нужно. Ну, давайте вот что мы сделаем. Нам нужно найти оценку сверху на выражение n от t плюс 1 минус n от t. Вот. Ну, давайте… Давайте вот что мы напишем. Вот наша сумма из пункта А, мы ее ограничим только на те нули, которые стоят от t большого на расстоянии по модулю не больше, чем единица. Ординаты нулей, которых от t большого. Ну, и здесь запишем единица плюс t минус гамма в квадрате. Вот. Первое, что нам известно из пункта там V, что это есть такое большое от логарифм t плюс 2. Ну, t, помните, мы считаем, что это не положительное какое-то число. Вот. Это из пункта V. Вот. С другой стороны, давайте посмотрим на это выражение. Мы напишем оценку снизу. Напишем, больше либо равно. Чему это больше либо равно? Ну, смотрите, t минус гамма у нас может быть, ну, самое минимальное – ноль, но самое максимальное – это единичка. То есть это больше либо равно, чем 1 вторая, просто сумму по всем нулям, у которых ординаты гамма стоят на t, по модулю не больше, чем на единицу. Ну, это просто-напросто 1 вторая количество нулей у зета-функции Риммана с ординатами, которые стоят от точки t большое в состоянии единицы. То есть это n от t плюс 1 минус n от t минус 1. Ну, и понятно, что n от t плюс 1 минус n от t минус 1 – это число, которое больше либо равно, чем n от t плюс 1 минус n от t. Ну, отсюда получается, что пункт, первую строчку пункта g мы доказали. То есть отсюда следует как раз, что n от t плюс 1 минус n от t – это и есть у большого логарифма t плюс 2. Все, вот это утверждение мы доказали. То есть что отсюда следует? То есть по порядку, если мы рассмотрим какое-то достаточно большое t, то и рассмотрим прямоугольничек. Давайте вот тут его нарисуем. Критическая прямая, одна вторая. Ну, здесь число где-то t большое, вот это пусть будет t плюс 1. И рассмотрим все нули, которые вот здесь вот лежат в этом прямоугольничке в таком. Да, это число как раз по порядку их количество меньше-меньше, чем логарифм t большого. Ну, а все, если мы рассмотрим все нули, которые лежат в прямоугольнике внутри критической полосы, высоты от нуля до t большого, то количество нулей n от t не будет больше, чем по порядку t логарифм t. Вот, все, это мы доказали. То есть мы отсюда, из-за этой у вас как бы домашнее задание была асимптотическая формула Риммана Монгольта, которая очень точная. Да, ну, по крайней мере, вот оценку получить очень легко из того утверждения, что мы получили на прошлой лекции. Вот. Давайте сейчас еще одно следствие мы напишем, которое нам не в ближайшее время понадобится, но потом тоже нам понадобится. Тоже формула, это простая. Давайте следствие 1 напишем. Немножко видоизменим. То есть мы уже написали, да, на прошлой лекции, вот формула для логарифмической производной функции z со знаком минус, которые вот мы уже писали в начале этой лекции. И здесь была со знаком минус сумма по нулям. Но мы ее сейчас немножко изменим. То есть в этой сумме по нулям мы оставим только частично сумму. То есть давайте я напишу, что с это равно сигму плюс и t. И здесь мы оставим те нули, только которые отличаются, у которых ординат от t отличается на единичку. И здесь мы напишем единицу поделять на s минус ρ, и остаток такой же, как и был. Модуль t плюс 2. Вот. Но это справедливо только не для всех. В значении s равно сигма плюс и t, t у нас произвольно а сигма. Давайте я здесь напишу, что s равно сигма плюс и t. И сигма, скажем, от минус единички до 2. Вот. Давайте мы эту формулу докажем. Помните, уже только что мы писали, да, в начале этой лекции со знакоминус логарифмической производной z. Это была вот такая формула. Сумма здесь по нулям единицы на s минус ρ плюс единица на ρ и такой остаток, который нам нужен. Ну и теперь нам осталось немножко посмотреть на эту сумму по нулям и как-то показать, что на самом деле все, что не входит в эту сумму, в утверждение следствия 1, можно попасть, что попадает в остаток. Ну давайте, как мы в прошлом утверждении, мы рассмотрим значение опять логарифмической функции z в точке 2 плюс и t со знакоминус. Давайте рассмотрим. Вот. Ну помните, опять, это какая-то постоянная, на самом деле, которая ограничена при любом значении t. То есть в каком-то там, не происходит какой-то постоянной, да, если t совершенно произвольно. То есть u большой – это единица. Давайте я напишу, что это u большой – это единица. Вот. Ну и помните, да, вот это значение единицы на s минус 1, это попадает, мы уже смотрели, да, когда s равно 2 плюс t. Это вообще u большой тоже от единицы, то есть в остаток попадает. Ну и давайте запишем, что здесь получается. То есть в остаток мы первое слагаемое поместили. вот, и остается здесь 2 плюс и t минус ρ плюс единица на ρ и вот этот остаток. Вот эту сумму по нулям мы разобьем на 2. В одну будет входить… Ну давайте рассмотрим. Пусть у нас значение… Ну, ρ – это β плюс γ. И, скажем, модуль t минус γ у нас не превосходит единицы. Тогда мы на самом деле оценим… Давайте сейчас посмотрим, что у нас там в утверждении. Да, вот s минус ρ у нас, когда модуль t минус γ не превосходит единица, единица на s минус ρ у нас остается, да, это формулировка теоремы. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получается здесь. Давайте вот, что мы еще сделаем. Мы на самом деле… Сейчас вот пусть… Давайте я эту строчку все-таки… Давайте я вот здесь сейчас запишу. Давайте вот, что мы сделаем. Вот у нас две формулы написаны. Одна логарифмическая производная функция z в точке s, а вторая – это такая же формула в точке 2 плюс t. Давайте мы из одной формулы вычтем другую. Что у нас получается? Минус z' поделить на z от s минус какая-то константа, да, то есть вот эта логарифмическая производная функция z в точке 2 плюс t – это какая-то константа в остаток войдет. То есть это будет единица делить на s минус 1, где будет минус сумма по нулям. Остается здесь единица на s минус ρ и со знаком минус единица делена на 2 плюс и t минус ρ. Ну и сумма по нулям единиц на ρ в первой формуле и второй не сокращается. Вот. Ну и такой же остаток. Вот что мы пока что получили. Да, смотрите, давайте так. Когда модуль t минус γ у нас будет меньше либо равно, чем единица, мы в сумме по ρ оценим просто по модулю каждое вот такое слагаемое, каждое второе слагаемое, да, которое здесь написано, единица делена на 2 плюс и t минус ρ. Когда у нас модуль t минус γ сейчас будет больше, чем единица, мы возьмем разницу этих двух слагаемых, которые в сумме по ρ здесь стоят, и уже оценим разницу таких вот двух величин. Так, ну вот смотрите, давайте напишем, что когда если ρ равно β плюс γ, и при этом γ стоит от t по модулю не больше, чем на единицу, тогда мы оценим по модулю… Давайте прям сразу сумму давайте напишем. Тогда сумма модуль t минус γ перерасходит единице, и здесь единица на 2 плюс и t минус ρ. Да, давайте оценим вот такую сумму по модулю. Напишем оценку. Ну, давайте посмотрим. На самом деле у нас нули ρ, да, имеют вид β плюс и γ, поэтому по модулю вот это число единицы поделено на 2 плюс и t минус ρ, вещественная часть, вот в знаменателе вот такого числа, 2 плюс и t минус ρ, она на самом деле между единичкой и двойкой. То есть вот модуль каждого такого слогаемого, это не перерасходит единицы. То есть здесь можно прям так записать меньше единицы. Ну и что мы знаем, да, что мы здесь получаем? Мы здесь получаем количество, что это такое здесь написано? Количество нулей у нетривиальных, у z-функции, у которых ордината лежит между t маленькая минус 1 до t маленькая плюс 1. Ну, это по порядку, не больше, больше логарифм, да, модуль t плюс 2. То есть вот эта сумма вошла в остаток. Ну и теперь давайте, если у нас модуль t минус гамма больше единицы, то мы уже рассмотрим сумму по таким нулям. И здесь уже разница между двумя величинами. Одно из них – это у нас единица на s минус ρ, минус единица 2 плюс и t минус ρ. Да, и нам нужно оценить по модулю. Ну, давайте модуль такой суммы напишем, не превосходит. Мы на самом деле вычтем одно из другого, да, и оценим по модулю каждую разницу такую. Вот. Ну, давайте посмотрим, что у нас будет в числителе. В числителе 2 плюс и t минус ρ минус s, да, плюс ρ. То есть будет по модулю 2 плюс и t минус s. Ну, давайте я пока сейчас напишу, да, пока что мы напишем. А, да, ну смотрите, опять-таки 2 плюс и t минус s, да, а s – это σ плюс и t, то есть это будет просто-напросто 2 минус σ. Ну, давайте по модулю напишем 2 минус σ. Ну, σ у нас, помните, от минус единички до двойки мы написали. Да, вот так вот. Вот. То есть числитель у нас стоит число, которое по модулю не происходит, скажем, трех. Да, и в знаменателе модуль каждого такого слагаемого. Ну, давайте тоже распишем. Здесь будет σ минус β плюс и t минус γ. Это модуль одного множителя и модуль второго множителя. 2 минус β плюс и t минус γ. Это второй множитель у знаменателя. Ну, и оценку сверху мы пишем. Не превосходит сумма. Ой, извините. Больше здесь единиц. Ну, в числителе, как я уже говорила, число, когда σ у нас между минус единицей и двойкой, можно заменить на тройку. Да, а в знаменателе мы хотим написать число поменьше. Да, тогда будет оценка сверху. Ну, давайте здесь напишем вот такое выражение. Модуль каждого числа будет больше, чем t минус γ по модулю. То есть, произведение модулей больше либо равно, чем t минус γ в квадрате. Ну, это мы уже тоже по формуле, по пункту b, да, там утверждение у нас было, да, утверждение. Пункт b. Это будет меньший логарифм модуля t плюс. Вот. Ну, таким образом, мы как раз получили все, что нам нужно. Да, и остается. То есть, вот смотрите, что мы оценили. Мы оценили, когда модуль t минус γ меньше либо равно единице. Мы оценили по модулю вот такую сумму. Когда модуль t минус γ больше единицы, оценили вот такую сумму разности. Но остается по вот этой формуле, посмотрите, да, по вот этой формуле, что у нас получается. У нас остается, когда модуль t минус γ меньше единица. Ну, вот это вот такое вот выражение остается. Но все остальное попало в остаток. То есть, как раз все, что нам нужно, мы доказали. все доказано так и давайте еще небольшое следствие одно получим тоже она нам не совсем скоро пригодится но потом пригодится так у нас было это следствие 1 будет следствие 2 давайте тоже рассмотрим логарифмическую производную функции зета и смотрите да если у нас на самом деле получается мы попали на 0 зета функции то у логарифмической производной там полюс особенность вот поэтому как бы ну как бы плохо как-то оценивается да но следствие говорит о том что на самом деле можно найти некоторую подпоследность давайте мы напишем для любого m равно 2 3 и так далее существует числа tm которые находятся в промежутках между m и m плюс 1 такое что при сигму у нас как бы от минус единички до двойки ну например и t маленькая равно скажем плюс минус tm у нас хорошо оценивается относительно хорошо логарифмическая производная функция зета так при и терра ну давайте при сигма таком-то ты таком-то давайте здесь вот так вот напишу s это сигма плюс и t оценивается сверху меньше меньше чем логарифм в квадрате да смотрите то есть сигма у нас здесь может ну сигма попадает между нулем единиц может лежать да то есть в принципе при каких-то значениях t да например сигма равно 2 а t ордината нулей у нас особенность у логарифмической производной функции z там будет полюс вот но на самом деле вот утверждение говорит о том что есть такая подпоследовательность да то есть для каждого m можно найти такое число tm между m и m плюс 1 что на самом деле значение логарифмической производной можно оценить достаточно хорошо вот доказательство она такое но это вот у нас было уже такое утверждение на прошлой лекции вопрос поэтому не был так смотрите что мы доказали да мы доказали что если мы рассмотрим ну значит давайте я сейчас напишу утверждение это опять из принципа дерехле для любого м существует тм такое что если мы рассмотрим разницу между т.м. и ординаты нуля произвольного да и с межуророва на бета и плюс и гамма произвольный больше больше единицы поделить на логарифм м да откуда это следует откуда это следует если мы рассмотрим на самом деле количество нулей которые вот лежат вот в таком промежутке да когда ой которые лежат ну скажем между м да ну или там даже между м минус 1 и м плюс 2 их по порядку логарифм м да да по порядку логарифм м ну и помните помните мы как сделали да проецировали все вот мы рассмотрим сейчас давайте вот здесь вот 0 1 1 2 ну вот давайте так вот нас м число вот это число м плюс 1 и вот здесь какие-то нули вот это функции риммана лежат да и вот давайте мы спроецируем все ординаты вот этих нулей на прямую количество точек которые мы здесь получили между м и м плюс 1 по порядку не больше но по порядку это логарифм м вот по порядку логарифм м но и отсюда тоже да по принципу дирекле можно найти такую точку что расстояние между этой точкой это м и произвольных точек в количестве по порядку логарифм м будет больше больше чем единиц логарифм м то есть это вот принцип дирекле В принципе, ящиков берегли. То есть вот такую точку мы нашли. Ну вот как раз и она будет той точкой, которая нам нужна. Что мы хотим доказать? Мы хотим оценить логарифмическую производную функцию z. И вот смотрите, давайте мы формулу только что получили. Смотрите, вот что мы получили из следствия 1. Вот эта формула перед глазами. То есть если, смотрите, мы рассмотрим… s – это сигма плюс и t. Сигма у нас между минус единичкой. Можно сравнять с единички, двойки. Но мнимая часть тогда – это по порядку… Здесь будет у числа… s-1, мнимая часть – это будет t. И в точке tm, да, порядка m. То есть это величина, первая слагаемая единица на s-1 по модулю. Это величина порядка единицы на m. То есть понятно, что существенно меньше, чем логарифм в квадрате m. Но давайте посмотрим… Ну, второй, последний. Давайте остаток, побольшой от логарифм. Так как у нас в нашем следствии s – это у нас сигма плюс и t, большое m, то это по порядку и большое логарифму m. То есть тоже величина, которая по порядку меньше, чем логарифм в квадрате m. Ну, и останется… Давайте мы напишем, что у нас останется. У нас сумма по всем нулям, у которых ординаты отстоят от точки tm на расстоянии не больше, чем единица. И величина здесь единица поделить на s-1. Ну, давайте я прямо это запишу. То есть у нас из следствия 1 следует такая формула. Здесь, например, сигма плюс и а. Ну, t, да, а t у нас… Помним, да, давайте еще раз повторю. Сигма у нас между минус 1 и 2, а t маленькая – это может быть плюс-минус tm. Вот. Это у нас, давайте напишем, это сумма по нулям таким, что модуль t минус гамма, они превосходят единицы. Единицы поделить на s минус ρ, да. Ну, давайте я прямо так запишу, наверное, сигма плюс и t минус ρ. И остаток будет у большой от логарифма tm. У нас порядка m, да, поэтому давайте я запишу порядка у большой от логарифма m. Вот. Ну, и давайте мы оценим вот эту сумму, которая здесь у нас стоит по модулю, да. Ну, смотрите, давайте я напишу знак меньше-меньше, то есть мы, значит, по модулю оцениваем. Меньше-меньше сюда вот перенесли. Здесь остается сумма по всем нулям, у которых по модулю t минус гамма не превосходит единички. Единичка деленная на… Ну, здесь так и запишем. Вещественную часть мы отбросим и оставляем мнимую часть. Модуль t минус гамма. Модуль t минус гамма. Вот. Ну, смотрите, модуль t минус гамма… Да, давайте я здесь напишу еще раз. t равно плюс минус tm. Модуль t минус гамма у нас больше-больше, чем единица в логарифм m. Да, то есть это все меньше-меньше. Переворачиваем будет логарифм m умножить на количество просто нулей, да, вот с таким условием. И здесь мы напишем единичку. Ну, количество таких нулей, опять-таки, тоже, когда t маленькая, это плюс-минус tm, по порядку логарифм m. То есть это все меньше-меньше логарифм в квадрате m. Ну, и опять-таки, все уже доказано. Вот. То есть это вот такое вот мы, ну, некоторые утверждения доказали, да, то есть по некоторой подпоследовательности мы, на самом деле, достаточно хорошо можем оценить логарифмическую производную функцию z. Вот. Давайте я сейчас тоже сформулирую одно такое простое утверждение, но несложно мы докажем. На самом деле это большой метод метокомплексного интегрирования в теоретическом. И какие-то домашние задачи вы на этот метод получите. Давайте я прям сформулирую метод комплексного. Мы здесь сейчас сформулируем с вами самое простейшее, ну, как бы вы увидите, утверждение, но на этом утверждении можно основываться в очень-таки серьезные теоремы. Метод комплексного интегрирования. Давайте напишем как лемма. Лемма. Совершенно простая, из комплексного анализа. Давайте рассмотрим такой интеграл. Интеграл единицы на 2π. Интеграл по прямой вертикальной. Давайте здесь я напишу. Ну, c – это будет произвольное число, которое больше нуля. И здесь число х в степени s поделить на степени kds. k у нас – это число натуральное. А х – это число, которое… Ну, сейчас давайте мы напишем, чему это равно, и тогда будет понятно, какие х мы рассматриваем. Значит, это равно логарифм х в степени k-1 поделить на k-1 факториал в случае, если х больше единицы. 0 в случае, если х лежит между нулем и единицей. Вот такая вот лемма, которую мы сейчас докажем. Но если, на самом деле, вы посмотрите, что если, скажем, k – двойка, тройка и так далее, то х равно единичка, то мы в первой строчке получаем 0, и во второй. На самом деле, в случае, когда k – двойка, тройка и так далее, можно рассматривать х равно единичке, и мы получим тоже 0. А если k равно единичке, то, смотрите, давайте посмотрим, в первой строчке у нас какое число получается, когда х больше единицы. Если у нас k равно единице, и мы рассматриваем х больше единицы, то в первой строчке какое у нас число получается? Единица. Единица, да. А в второй строчке 0. На самом деле, когда х равно единичке, а k равно единице тоже, то значение этого интеграла будет 1,2. Но это вы можете, да, тоже посчитать. Но оно нам, в самом деле, не пригодится. Это что-то связано с разрывным множителем деревья? Нет, нет. Ну, на самом деле, оно там просто считается. Смотрите, ну, вы можете потом посмотреть сейчас, как мы будем это доказывать, ну, и вам будет понятно. Это просто, на самом деле, вычеты сейчас мы будем считать. То есть где-то нет вычета, где-то есть особенность. Особенность. Вот, смотрите, давайте докажем это утверждение. Пусть у нас сначала, пусть у нас х больше единицы. Вот. Давайте рассмотрим интеграл по такому следующему контуру. Сейчас я его нарисую. Так, здесь у нас какое-то число c, оно больше нуля, да. Давайте возьмем здесь какое-то число минус а большое. Здесь возьмем t большое. Вот эта точка, ну, и t, да. А здесь, соответственно, минус и t. Это s. Сигма – это t. Вот. Давайте рассмотрим. И давайте этот контур обозначим за гамму. Тогда мы рассмотрим, если интеграл по такому замкнутому контуру, да, в правильном направлении мы его обходим, если x в степени s поделить на x в степени k ds. Чему это равно? Ну, это сумма нас вычетов, да, получается, нашей подинтегральной функцией. Особенно здесь только в одной точке. В точке s равно нулю. Ну, давайте я здесь напишу, что это вычет. В точке s равно нулю. Вот нашей функции. Вот. Ну, и чтобы понять, какой здесь вычет, да, в функции x в степени s представляем в виде e в степени s логарифм x. Раскладываем в ряд Теллора. Ну, и здесь тогда получаем логарифм x в степени k минус 1 поделить на k минус 1 факториал. Так, это понятно всем, как мы вот это, как мы вычет получили? Можно чуть поподробнее? Давайте. Смотрите. Давайте запишем x в степени s. Это e в степени s логарифм x. x – фиксированное число, да, какое-то число, больше единицы. s – это у нас параметр, да. Когда мы смотрим значение, мы хотим посмотреть значение вычета, да, нам нужно разложить вот эту функцию в окрестности нуля, когда s в окрестности нуля. Ну, функция, как есть у пеникс, раскладывается в окрестности нуля. Мы знаем, да, единица плюс x, плюс x в квадрате на 2 факториал, плюс x. Давайте я здесь напишу. И равно сумма. Что у нас здесь будет? s логарифм x в степени k, да, поделить на k, ну, хотите, давайте не k, а n напишем, чтобы у нас не путались значения, n, поделить на n факториал, n от нуля до плюс бесконечности. Да, то есть, когда s у нас в окрестности нуля, да, то есть, если s приближено на 0. Мы можем разложить функцию e в степени s логарифм x, ну, какая-то, да, вот в ряды лора. Вот мы ее разложили. Чтобы посчитать значение вычета нашей подынтегральной функции, которая равна x в степени s на s в степени k в нуле, чем равен вычет? Это коэффициент при s в минус первой степени, правильно? Вот такой функции. То есть, смотрите, наша функция x в степени s поделить на s в степени k. Да, это у нас такой вот ряд. Давайте его запишем. логарифм x в степени n, n факториал на s в степени n минус k. Да, и чтобы нам посмотреть значение, найти значение вычета… Теперь понятно, да. Да. Значение вычета, да, смотрим коэффициент при s в минус первой степени, то есть, когда n равно k минус 1. Ну, это логарифм x в степени k минус 1 поделить на k минус 1 патериал. Вот. Просто-напросто посчитали, да. То есть, это по теореме каши, это сумма вычетов, да, то есть, интеграл по замкнутому контуру – это сумма вычетов. Вот. И здесь действительно особенность есть в нуле. Вот все. Но больше никаких особенностей нет. Вот мы получили такое значение выражения. Ну, а теперь давайте вот что мы сделаем. Первое, что мы сделаем… А давайте-ка мы в этом контуре гамма, да, у нас, смотрите, здесь t произвольное и там значение a произвольно. А давайте к t мы устремим к бесконечности. И посмотрим, как оцениваются интегралы по вот этим горизонтальным отрезочкам. Ну, здесь по любому можно, по любому горизонтальным отрезочкам. Значит, давайте я напишу, оценим интегралы по горизонтальным отрезкам. Ну, давайте напишем… Ну, единица 2π я константу писать не буду, по модулю это не происходит. Единица 2π будет интеграл от… Ну, прям по модулю оцениваем. От минус а до с модуль под интегральной функцией. Х в степени s по модулю – это х в степени сигма, да? Х в степени сигма. Модуль s в степени k. Здесь чему у нас равен? Давайте прямо напишем, чему равно модуль сигма плюс и t в степени k. И все это d сигма. Ну, давайте мы это оценим как меньше-меньше. t в степени минус k из знаменателя. Ну, и здесь оставляем интеграл от минус а до с. d х в степени сигма д сигма. Да? Ну, этот интеграл берется. Да? Значит, мы получим то, что это все меньше-меньше. Значит, это х в степени. Ну, c делить на логарифм х. А, давайте не будем писать логарифм х, потому что х у нас может быть, на самом деле, очень близко к единице. Давайте мы не будем это писать. Так, давайте мы просто-напросто напишем. Ну, давайте максимальное значение. Это х в степени. Х в степени c, да? х в степени c, ну, и на длину промежутка интегрирования, длина промежутка интегрирования c плюс а. Смотрите, а у нас фиксированное число, пока что у нас а фиксированное число, t у нас произвольное. Ну, и тогда смотрим, что это число, на самом деле, стремится к нулю, когда t стремится к плюс бесконечность. Понятно, да? У нас k, а у нас число, которое больше, чем больше нуля. Вот. Что мы получили? Мы получили, что, на самом деле, вот если мы рассмотрим, такой контур произвольный гамма, да, пока что у нас а фиксировано, c произвольное больше нуля. И вот эти вот точки, вот t устремляем бесконечности, то есть вот эти горизонтальные отрезочки, они у нас идут на бесконечность, да, то тогда вот интеграл таким отрезочком стремятся к нулю. Ну, отсюда следует, что, да, вот контур гамма у нас, на самом деле, произвольный. То есть интеграл по вот этой вот такой прямой, ну, давайте, хотите, поподробнее запишем, если вы никогда не встречались, то мы отсюда получаем интеграл по вот этой прямой, c минус и бесконечность, c плюс и бесконечность, x в степени s поделить на s в степени kds. Это у нас получается равен интегралу, ну, во-первых, так, да, интегралу от, извините, сейчас интеграл, когда вещественная часть, это минус а теперь, да, минус а, минус и бесконечность, минус а, плюс и бесконечность, то же самое, интегральная функция, и плюс еще вычет, и вычет у нас мы уже посчитали. Вот мы получили пока что вот такую форму, да, когда t большого стремили к бесконечности. Ну, а давайте теперь оценим интеграл по вот прямой, у которой вещественная часть, вертикально прямой, с вещественной частью минус а, и опять-таки а устремим к бесконечности. Значит, оценим интеграл по прямой вещественной части s равно минус а. Ну, давайте получим оценку. Ну, значит, это, давайте опять по модулю единицы, а, только единица на 2пи мы здесь получили. Вот. Единица на 2пи по модулю – это константы, не будем оценивать. Здесь будет интеграл, значит, от минус бесконечности до плюс бесконечности. По модулю х в степени s, когда s равно это минус а плюс и t, это х в степени минус а. Так, здесь что у нас получается? Модуль s, да, модуль s в степени k. Ну, это модуль а, там, минус а плюс и t в степени k, и это все dt. Вот давайте такое вот, ну, получается, оценка сверху – это вот такой вот интеграл. Ну, давайте его оценим. Ну, если поподробнее, давайте так, х в степени минус а выносится за скобочку. Давайте так, здесь минус. Ну, так, значит, минус а плюс и t по модулю. Давайте так, когда у нас t по модулю не превосходит а, то есть давайте напишу так, интеграл от минус а до а, то есть когда по модулю t не превосходит а, мы, на самом деле, знаменатель оценим снизу, то есть весь интеграл сверху, значением просто а. Здесь будет а. x в степени а мы уже вынесли за скобочку, поэтому здесь просто-напросто будет dt. А когда у нас интеграл модуль t будет больше, чем а, то есть это как раз от а до плюс бесконечности, и знак винограда вам меньше-меньше войдет, что такой же интеграл от минус а до минус бесконечности. Здесь у нас будет dt, и здесь я напишу t в степени. Это понятно, да? То есть мы, на самом деле, этот интеграл разбили на 2, и когда у нас по модулю t маленький, мы все оценили, знаменатель снизу оценили просто числом а. Когда t большие, мы тоже знаменательно оценили по модулю снизу просто модуль t в степени k. И вот получили такую вот оценку. Ну и давайте напишем, чему это равно. Здесь x в степени а. В первом случае у нас получается просто-напросто единичка, а в втором случае dt поделить на t в степени k. Это величина порядка а в степени минус k плюс 1. То есть это все меньше-меньше x в степени а. Так как x у нас число, которое больше единицы, то это стремится к нулю, когда а стремится к плюс бесконечности. Вот таким образом мы тоже доказали. Первую строчку нашей формулы как раз мы получили. Теперь у нас случай, пусть у нас на самом деле x меньше единицы и больше нуля. Тогда мы перенесем контур направо. То есть вот у нас была прямая вещественная часть равно c. Давайте перенесем вот такой же аналогичный контур. Рассмотрим только с вещественной частью не минус а, с вещественной частью а. И а достаточно большое число. Здесь это t и здесь минус t. То же самое здесь напишем этот контур гамма. Тогда у нас в нашем случае вот такой интеграл по замкнутому контуру. x в степени s поделить на s степени kds. Батеремика, что я вычета. Особенности внутри этого контура у функции под интегральной нет. То есть это получается 0. Ну и давайте опять-таки оценим интеграл по горизонтальным отрезкам, потом по вертикальным отрезкам. То есть оценим интегралы по горизонтальным отрезкам. Что мы получим? Ну, такой вот и будет интеграл. У нас вещественная часть меняется от c до а. Здесь у нас x в степени сигма. Здесь у нас модуль s в степени k. Ну, можно модуль s в степени k оценить как снизу модуль t в степени k. Тогда будет оценка d сигма. Ну, опять-таки мы уже оценку писали. Здесь t в степени минус k. Здесь x, скажем, в степени a. Но длину промежутка интегрирования умножить на a. Ну, так как у нас k число больше нуля, то это стремится к нулю, когда t стремится к плюс бесконечности. Ну, и опять, как в первом случае, получается, что когда устремляем t к бесконечности, то интеграл по вертикальной прямой с вещественной частью c будет просто-напросто равен, потому что нет вычета интегральчику, по вертикальной прямой с вещественной части равно a. Ну, и давайте этот интеграл по вертикальной прямой, такая, что вещественная часть равна a, мы оценим тоже сверху. Оценим. Ну, давайте я напишу интеграл. Вот здесь a минус и бесконечность, a плюс бесконечности, x в степени s, s в степени k, ds по модулю. Да, что у нас здесь такое будет? Ну, здесь будет интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. Здесь x в степени a, а здесь модуль a плюс и t в степени k, и это все dt. Вот такой вот мы интеграл давайте оценим сверху. Ну, x в степени a выносится за скобки. Аналогично, как в первом случае. Давайте, когда у нас на самом деле интеграл модуль t не превосходит a, мы оценим снизу знаменатель как просто-напросто a. Ой, да, a в степени k, у нас ошибка там была или не была? Модуль s в степени k, сейчас, минуточку. А, вот смотрите, вот здесь вот ошибка a в степени k, да? Видите, ошибка вот здесь вот a в степени k мы должны были написать. Ну, и тогда будет здесь то же самое, a в степени единицы минус k. Здесь будет a в степени единицы минус k. Вот, ну, даже вот так можно писать, а в степени единицы минус k. Вот, значит, мы вот так вот оценили интеграл, когда модуль t больше, чем a, мы на самом деле знаменатель снизу оценим как t в степени, ну, модуль t в степени k. Ну, и точно так же, да, аналогично получаем здесь x в степени a большое, a большое в степени единицы минус k. Ну, смотрите, на данном случае у нас x – это число положительное, но между нулем и единицей. Поэтому число, которое строго меньше единицы и больше нуля, и оно возводится в степень a, оно на самом деле стремится к нулю, когда a стремится к плюс бесконечности. То есть получается, что интегральчик по такой вертикальной прямой, он равен нулю. Вот, когда если a, мы берем очень большой, да, то есть, вот, значит, интегральчик по прямой вещественной части s равно c, c произвольное, да, число больше нуля, тоже равен нулю. То есть все доказано. Вот, ну и несколько задач я тогда вам на дом задам на эту тему, на метод комплексного интегрирования. Мы сейчас лекции рассматривать не будем, но дома вы тогда будете решать эти задачи. Ну, потом у нас еще этот появится, этот метод лекции. Вот, ну и давайте сейчас мы перейдем к теореме Сейльберга. Давайте. Нулях, ну, z от s на критической прямой. Ну, давайте напомним, что такое n на t. Мы сегодня вспоминали, да, что такое n на t. Давайте вспомним, что такое n на t. У нас это было. Вот у нас критическая полоса, вот критическая прямая. Давайте рассмотрим. Здесь какое-то число t большое. И мы рассмотрим количество нулей у z-функции Риммана, которые лежат на вот таком отрезке. То есть n0t – это количество нулей на критической прямой. Такое, что t у нас лежит… Ну, давайте 1, 2 плюс и… Ну, давайте плюс и гамма, если мы сегодня писали. И гамма у нас на самом деле между нулем и t большим. Вот это число и ноль от t. Что про него, понятно, тривиально, да? Ну, понятно, что и ноль от t не превосходит n от t, про который мы знаем, что это меньше и меньше, чем t, логарифм t. Сегодня утверждение мы такое доказывали. На самом деле, это симпатическая формула. n от t – это порядка t на 2p, логарифм t по порядку. Ну, симпатическая форма. Вот. Вот это то, что нам известно. Вот. Теорема Сельберга утверждает вот что. Значит, теорема. Доказана им в 1942 году. Ну, давайте я сформулирую, наверное, так, как мы будем доказывать. Ну, хотя… Или давайте так, пока что в более простом варианте. Что ноль от t больше, больше, чем t, логарифм t. Здесь константа абсолютна. То есть, что это означает? Это означает, что, на самом деле, положительная доля нулей у z-функции Риммана нитриальных нулей лежит на критической прямой. То есть, вот этот результат Сельберга, который он написал в 1942 году. Ну, если немножко посмотреть на историю, давайте немножко посмотрим предыдущие результаты. Ну, такой первый результат был доказан Гарльдом Харди в 2014 году, что ноль от t стремится к плюс бесконечности. То есть, бесконечно много нулей. Нитриальных нулей у z-функции на критической прямой. Следующий результат был получен Харди совместно с Джоном Литтлвуда. Литтлвуду. И они доказали, что ноль от t больше и больше, здесь тоже константа абсолютная, больше и больше, чем t. А потом были несколько еще промежуточные результаты Сельберга между 1930-м годах и 1941-х годах. Он, на самом деле, доказал, что и ноль от t, поделено на t стремится к плюс бесконечности. Когда t стремится к плюс бесконечности. В частности, буквально в 1941 году Сельберг доказал, что ноль от t больше и больше, чем t двойной логарифм t. Ну и вот в 1942 году уже доказал правильный порядок для функции ноль от t. То, что положительная доля, больше не может. Порядок правильный. Вот такой вот результат принадлежит Сельбергу. И давайте я тоже сформулирую. Мы на первой лекции сформулировали примерно константа, что на самом деле Брайан Коннери в 1974 году Норман Левенсон доказал, что по крайней мере треть нулей у дета-функции Риммана лежит на критической прямой. Ну и Коннери в 1989 году доказал, что больше, чем две пятых нетривиальных нулей z от t. лежит на критической прямой. Давайте я напишу, что они еще и простые. То есть кратность 1. На самом деле гипотеза, тоже я говорила на первой лекции, гипотеза состоит в том, что у дета-функции на самом деле все нулей простые. То есть нет кратных нулей. Вот результат о том, что по крайней мере две пятых нетривиальных нулей дета-функции лежит на критической прямой, что они являются простыми, вот доказан Брайан Коннери. Ну какие-то улучшения есть, но они несущественные. То есть там, ну может быть там 41% есть, 42% еще нет. И мы, вы сейчас как увидите, мы будем доказывать, рассматривать теоремию, мы рассматривать будем именно нули нечетного порядка кси-функции Риммана на критической прямой. Мы как раз докажем, что у нас положительная доля нулей, положительная доля нулей кси-функции лежит на критической прямой нулей, при этом это нули нечетного порядка. То есть у нас идея будет содержать в себе вот именно такой вот, ну такой вот идеей, будет основана такая идея, когда мы будем вычислять, ловить именно нули, улавливать нули нечетного порядка. Вот. И сейчас мы рассмотрим идеи доказательства, как мы, как это будет, теорема будет доказываться. Давайте я напишу идеи доказательства. Идеи доказательства пользовалась ими, а потом я скажу идею доказательства, именно которой принадлежит Сильберг, которая позволила доказательству эту теорему. Давайте смотрите. Помните, у нас функция кси-функции Риммана была введена, это произведение s на s-1 на π в степени минус s пополам гамма от s пополам зета от s. Ну давайте мы просто множители, если s на s-1 отбросим, я здесь напишу кси 0 от s. Обычно иногда и пишут, что это то же самое, что кси от s. То есть без множителя s на s минус 1. Извините, зета от s. То есть рассмотрим эту функцию. Помните, у нас функциональное равнение было. То, что если у нас есть множитель s на s минус 1 или его нет, оно не меняется, функциональное равнение. То есть это то же самое, что кси 0 от 1 минус s. Ну и что у нас отсюда получается? У нас отсюда получается, что если мы рассмотрим точку s равно 1 в 2 плюс и t, то кси 0 от 1 в 2 плюс и t равно кси 0 от 1 в 2 минус и t. Но так как у нас функции на самом деле кси от s, это у нас функции вещественных, преущественных s, то это на самом деле можно записать кси 0 от 1 в 2 плюс и t с чертой. Что отсюда следует? Смотрите, с точки 1 в 2 плюс и t значение функции кси 0 в этой точке и ее комплексы сбрежены, они совпадают. Отсюда следует, что кси 0 от 1 в 2 плюс и t – это функция вещественная, преущественных t. То есть это функция вещественная. Вот это мы будем использовать, то есть это функция вещественная. Ну и теперь смотрите, давайте, как нам… Вот у нас есть вещественная функция при вещественном какой-то аргументе. Пусть у нас есть… Давайте пусть f, а, t – вещественная. Ну, вещественная функция при вещественном значении аргумента. Тогда давайте мы рассмотрим два интеграла. Значит, рассмотрим. Два интеграла. Один – это интеграл модуль интеграла, а другой – интеграл от модуля функции. Давайте один обозначим интеграл i. Я здесь напишу, а th. Интеграл от нашей функции f вещественной значенной на каком-то промежуточке. А g… Давайте сразу, может быть, модуль здесь поставим, а здесь интеграл от модуля. f от u, du. На таком же промежуточке. И что у нас… Значит, вот мы, допустим, сравним такие интегралы. Но понятно, что интеграл g… Ой, только… Да, тут модуль пропал. То есть интеграл g, он у нас не меньше, чем i. Вот. Это понятно. То есть у нас, на самом деле, g, th – больше черного, чем i, а th – это очевидно по определению. Но если нам известно, что g строго больше, чем i, что можно сказать? Так, я написала, что у нас f непрерывная или нет. Пусть f от ищена i непрерывная. То есть если функция f непрерывная, и при этом интеграла g строго больше, чем интеграла i, отсюда следует, что f меняет знак. На вот этом интервальчике. Это понятно, да? То есть это пока что… Здесь, да, ничего сложного нет. Вот. Меняет знак. Меняет знак. Ну, отсюда это 0. Ну, функция f непрерывная. Если… Давайте так. Меняет знак. Понятно, что если она достаточно гладкая, значит, у нее там 0 и нечетного порядка. Да? Ну, давайте не буду это писать. То есть, ну, здесь какая-то там… Значит, непрерывная и достаточно гладкая, значит, 0 и нечетного порядка. Вот. Вот таким образом мы, сравнивая два интеграла, мы как бы, ну, отлавливаем нули нечетного порядка в функции f. Вот. Ну, и давайте посмотрим, а как, на самом деле, можем оценить там снизу, да, количество таких нулей. Вот. Давайте так. Мы, на самом деле, будем рассматривать потом среднее значение интегралов и ижи. Ну, давайте так. Первое тоже такое легкое утверждение. Пусть мы доказали, доказали, что вот этот интеграл g строго больше, чем интеграл и на множестве каком-то е, меры, ну, и так напишем, мера е. На множестве… Так, знаете как? Давайте мы будем рассматривать, как в нашем случае… Давайте так, на подмножестве. На подмножестве. Е интервальчика от t до 2t. То есть t – это у нас какое-то большое число. Мы, на самом деле, будем доказывать не то, что n от t больше, чем t логарифм t, m0 от t, а будем доказывать, что если мы рассматриваем n0 от 2t минус n0 от t, то это число будет тоже больше и больше, чем t логарифм t. То есть вот рассматриваем интервальчик от t большой до 2t. И рассматриваем все те значения t маленьких на этом интервальчике, когда интеграл g строго больше, чем интеграл e. Обозначим это множество, то есть это подмножество вот этого интервальчика от t до 2t через e. И пусть оно имеет какую-то меру e. То есть понятно, что мера e не превосходит t. Это понятно. Давайте сейчас я сформулирую такое утверждение, которое, вы видите, что это довольно-таки просто доказать. Значит, тогда f от t имеет, если она функция непрерывная, больше и больше, чем мера e умножить на h минус первой нулей на нашем интервальчике от t до 2t. Давайте посмотрим, увидим, что это так. Вот нарисуем наш интервал от t до 2t. И вот пускай у нас есть такая точка t этого интервальчика, которая принадлежит множеству e. И она такова, что интеграл от этой точки от t маленькая до t плюс h, ну, давайте фиксированная какая-то там будет. Допустим, она принадлежит этому e. Что значит, она принадлежит? То есть это значит, мы рассматриваем интеграл от t0 до t0 плюс h от функции, ну, или просто от функции f от u, и по модулю оценим, или интеграл от модуля, то эти интегралы, значения этих интегралов не совпадают, они отличаются. Смотрите, если вот эта точка t0 принадлежит множеству e, то этому же множеству какие все точки принадлежат? Давайте отступим вот сюда на h. То есть вот эта точка будет t0 минус h. Или наоборот сюда, вот эта точка будет t0 плюс h. То понятно, что все вот эти точки, да, они принадлежат множеству e. Понятно? То есть если у нас есть какая-то одна фиксированная точка t0 минус h, то мы от нее в сторону сделаем, отступим на h. То вот эти все точки, они тоже принадлежат множеству e. Это понятно, да? Можно еще раз почему? Смотрите, значит, когда у нас отличается интеграла, да, различается. Когда этот интервальчик, когда мы рассматриваем интеграл по интервалу, который содержит точку перемена знака функции, да, ну или в нашем случае 0, еще одно порядок. Вот, понятно, да? То есть получается, что если какую бы мы точку не взяли, между t0 минус h и t0 плюс h, сейчас, подождите. Сейчас, минуточку, минуточку. Нет, сейчас, не совсем так, да? Сейчас, если мы рассматриваем... В одну сторону тут нужно, да? В одну сторону мы... Да, да, да. В одну сторону. Вот так вот. Спасибо большое. То есть если мы рассматриваем в одну сторону, да, вот так вот, отступим на h, то все вот такие точки, они тоже принадлежат множество e. Вот. И тогда получается, что у нас такое вот множество e, да? То есть по каждой такой точке у нас можно целый интервальчик найти. Так, а еще раз, вот где у нас конкретно меняется знак? То есть у нас, мы знаем эту точку? Если у нас f меняет знак от t до t плюс th. Если f меняет, смотрите, если f меняет знак между... А, давайте так. Смотрите, да, 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 да. Немножко, я уже не совсем, смотрите. У нас что получается? У нас получается... Да, мы пока... Давайте так. Сейчас. Значит, смотрите. Давайте тогда мы... Не принадлежит e. f меняет. Давайте так. Это... Не так, да? Давайте вот что у нас вот это вот. Смотрите. Тогда давайте так. t0 – это у нас как раз точка перемена знака, да? Ну да, тогда будет правильно. Да, спасибо большое. t0 – это перемена знака. Тогда вот отступим на h. Это, значит, все точки принадлежат множество e. Вот. Ну и у нас таких, понятно, точек вот здесь вот, ну, вот здесь вот, да, вот как бы вот мы их набрали, точки вот эти перемены знака. Смотрите, если вдруг оказывается, что у нас, ну, еще одна точка находится к вот этой какой-то точке, да, перемена знака ближе, чем на расстоянии h, то тогда вклад там, да, ее, ну, то есть суммарный вклад в множество мер e отдает чуть меньше, чем h. Вот, но понятно отсюда, что у нас получается, что если у нас есть какое-то число точек, да, точки перемена знака, вот. Вот, и тогда, если мы это число точек, ну, скажем, может быть, только минус 1, число точек умножим на h, да, число точек перемен знака умножим на h, ну, может быть, на самом деле здесь нужно, если там точки попали здесь вот, да, рядышком, то есть, может быть, вычесть отрезочек еще длины h, чтобы мы туда как бы не залезали, то получится, что, значит, давайте так напишу, количество, значит, число точек перемен, ну, или давайте число нулей так прямо напишем, число нулей, f от t, давайте я вот так вот скобочки возьму, если мы это число нулей умножим на h, да, ну, и, может быть, вычистим, еще нужно вычесть h, вычесть h, то это будет больше, больше беременно, чем мера множества e. Вот, это понятно? Так, вот, не совсем, то есть у нас нужно посмотреть, что будет, если они перекрываются. Смотрите, у нас получается, смотрите, множество e, это просто количество, соответственно, точек таких, что, ну, как бы на интервал от t до t плюс h попадает перемена знака, да, вот, попадает перемена знака, то есть попадает ноль, да, вот как бы, и у нас, смотрите, то есть, если они перекрываются, то есть у нас две точки перемен знака, при этом интервальчик, если мы отступим на h от одной точки от другой, и они перекрываются, то вклад от этих точек в меру множества e, она не 2h, а меньше, чем 2h. Да, 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 все знак показывается. Вот, поэтому вот такое вот, ну, и понятно, что, на самом деле, если, ну, понятно, если h у нас маленькая, то, значит, можно писать по порядку, то есть, на самом деле, да, ну, вот как раз вот это утверждение, которое здесь написано, что f от t имеет больше и больше, чем мера множества e, множество h минус 1 нулей на отрезочке от t до 2t. То есть, вот это мы, как бы, таким образом показали. Вот, ну, там можно какую-то константу на 2h там написать. Вот, вот такое вот мы утверждение получили. То есть, давайте так, что нам нужно доказать? В нашем случае, когда мы рассматриваем нули ксифонции Рима на критической прямой, мы знаем, что нам по порядку, нам нужно получить оценку вида t, большой аллогарифм t. То есть, в нашем случае, в случае, ну, давайте я просто напишу для оценки, давайте я напишу n0 от 2t, прям как напишу больше, только не больше, а n0 от 2t минус n0 от t для дета-функции, что это, если хотим показать, что это больше и больше, чем t логарифм t, покажем, что на самом деле мера множества e, она больше и больше, чем t при достаточно маленьких h. h я напишу здесь порядка единицы на логарифм t. То есть, в этом случае, то есть, если мы можем взять h, порядка, какая-то константа, деленная на логарифм t, вот такой вот маленькой, и мы при этом сможем доказать, что мера множества e, на котором, ну, множество e это обозначено, да, где у нас это множество таких точек t маленьких из-за отрезка от t до 2t, что на промежутке от t маленькая до t маленькая плюс h функция f меняет знак. Да, то мы как раз докажем вот это вот утверждение. То есть, вот что нам нужно получить. Мы должны сравнивать, да, вот такие интегралы на очень маленьких отрезках, на отрезке порядка единицы на логарифм t. Вот, вот что нам нужно получить. Вот, вот это вот, да, идея понятна. То есть, у нас есть вещественная функция, и мы ловим точки перемен знака. Если функция непрерывная, значит, мы там ловим нуль. Вот, функция гладкая, нам нет нули на нечетного порядка. Вот, и вот таким образом, значит, мы хотим показать правильный порядок для величины 0 от t. То есть, гипотеза Риммана, что на самом деле все ноли лежат на критической прямой, мы доказываем в этой теореме, что положительная доля нейтральных нолей из-за функции Риммана лежит на критической прямой. Ну и, да, на самом деле это ноли там нечетного порядка. Вот, и давайте тоже сейчас еще несколько слов я скажу о том, как мы это будем доказывать. Как я уже сказала, мы будем… Ну, давайте вот, что мы сделаем. Ну, вот должны сравниться вот эти два интегралчика. Давайте мы сейчас перейдем к интегралчику G, А, Т, аж, да, у нас… А, мы еще не написали, что в нашем случае, что такое будет F маленькая от t. Да, давайте сейчас это напишем. Что такое будет F маленькая от t. Ну, давайте еще раз я напишу, что такое ксиноль. Ксиноль, да, от s. Это π в степени минус s пополам, гамма от s пополам, на z от s. Так, сейчас я еще тоже несколько слов про идею. Значит, про идею Сельберга. Значит, если мы будем просто… Ну, вот эта функция, она вещественная. Но если мы будем работать с этой функцией, вот просто с этой функцией, у нее, правда, сейчас мы покажем, что у нее есть некоторое экспоненциальное убывание из-за того, что гамма от s пополам убывает. Но мы, если даже берем экспоненциальное убывание, то мы, ну, вот таким образом, как бы, каким-то там работая с этой функцией, мы получим только результаты Харди Литтлвуда. Мы получим результат Харди Литтлвуда и все. То есть мы получим, что и 0 от s по порядку больше, больше, чем t. Вот. Связано это с тем, что, ну, функция кси 0 от s, она там в среднем, она как-то сцелирует, да. То есть и поэтому на самом деле мы число переменных знаков так точно о сцелирующей функции, как бы, да, сильно как-то сцелирующей функции не можем поймать. Вот. Идея Сельберга заключается вот в чем. Идея Сельберга заключается в том, что мы смотрим, не на саму, как бы, функцию, ну, возьмем функцию кси 0 от s. Ну, давайте мы ее умножим на какую-то функцию, тоже вещественную, да, функцию f, какую-то еще функцию от t, которая тоже будет вещественная, и которая первое, что от нее требуется. Значит, ну, давайте я сейчас, значит, напишу. Значит, первое. Значит, сначала у гамма от s пополам экспоненциальное убывание. При s мы его уберем. Это пока что такая-то. второе. Это идея Сельберга. Ключевая, которая позволила ему доказать вот, ну, вот его результат. Значит, нужно сделать f от t в среднем, ну, в среднем, ну, порядка единицы, чтобы осцилляция не мешала уловить все нули. вот, и смотрите, что, что делает Сельберг. Сельберг делает вот что. Он рассматривает, рассматривает первое, функцию кси 0 от s, да, ну, кси 0 от s, ну, экспоненциальное убывание от гамма от s пополам мы сейчас уберем. Но следующее, то, что он рассматривает, да, это то, что умножает ее на некоторый множитель. Эту функцию еще умножается на некоторый множитель, значит, значит, чтобы сделать функцию так. Ищет так называемый успокаивающий множитель. он будет такого вида. То есть, если мы рассматриваем вида, сейчас я напишу здесь, это от s на какую-то это от единицы минус s. Значит, при s равно 1,2 плюс и t, что у нас получается? Это от s, это от единицы минус s равно модуль это от 1,2 плюс и t в квадрате. То есть, это, во-первых, функция вещественная и не меняет знак. Да, потому что модуль в квадрате это функция, которая не меняет знак. Вот смотрите, вот что сделала Сельберг. То есть, давайте пока сегодня только вот такую идею рассмотрим. То есть, ну вот, вот у нас есть функция ксиналя от s, мы к специальному убыванию ее уберем, там, домножим на, наоборот, растущей экспоненту. Но если мы будем просто вот с такой функцией работать, у нас ничего не получится, только вот получится и результат hard-деляя-талуда. Вот. А Сельберг подбирает множитель такой, что, во-первых, эта функция не меняет знак, да, то есть она никак не влияет на то, что мы улавливаем перемены знака нашей функции ксиноль от 1,2 плюс и t. Вот. Но при этом она сглаживает эта функция осцилляцию, функция, ну вот, ксиноль от s, ну и, грубо говоря, осцилляцию z от s на критической прямой. Ну, может, еще раз, зачем вот экспоненциальное убывание? Для того, чтобы как-то более чувствительно все было к нулям? Смотрите, представим, что вы берете интеграл, да, от фон, ну, какой-то на перерывке от t до 2t, и, скажем, функция ведет себя как порядка e в степени минус t маленькое. Вот. На самом деле имеет смысл умножить, как бы, скажем, порядка e в степени минус t маленькое на что-то там какой-то еще функции. Мы берем, просто рассматриваем функцию, умножаем на e в степени, там, скажем, на е в степени t, наоборот, е в степени t, и таким образом исследуем функцию, не которая имеет порядок е в степени минус t маленькая, а порядка константы. Ну, это так, на самом деле, оно не имеет смысла рассматривать функцию, ловить, то есть понятно, если у нас есть функция, скажем, порядка единицы, и мы смотрим, когда она меняет знак. А другое дело, когда у нас функция меняет знак, но на порядке е в степени минус t. Но при этом этот множество е в степени минус t, он у нее действительно там как е в степени минус t на функцию порядка константы. Давайте просто избавимся от е в степени минус t и умножим просто на е в степени t, чтобы не тащить все вот эти маленькие такие экспоненциальные значения функции порядка е в степени минус какой-то, экспоненциально мало. Но это такое вот просто, это не ключевой факт, просто то, что у нас гамма от S пополам, и сейчас мы увидим, что это на самом деле на функцию экспоненциально бывает, то есть порядка E степени минус T на 4, и давайте мы просто умножим на E степень, грубо говоря, T на 4, чтобы нам как бы не мешался, ну либо просто его нужно везде как бы выделять, выносить за знак интеграла, но ключевая здесь это вот эта идея Щерберга, которая говорит, ну то есть смотрите, давайте так, вот этот P в степени минус S пополам, когда S это 1 вторая плюс T, это понятно, что это такое, гамма от S пополам мы тоже увидим, на самом деле вот у нее есть секс-специальное убывание, ну это мы докажем на следующей лекции, есть теперь там минус P на 4T на T в какой-то степени, то есть тоже функция, которая понятно себя как ведет, то есть какой-то какие-то множества на что-то, что там будет стремиться к единице, когда ты стремишься к бесконечности, и остается вот эта функция Z от T, Z от 1 и 2 плюсы T, вот как бы ее осцилляция на критической прямой она нам как бы помешает, то есть если ее никак не сглаживать, мы получим только результат hardy-lit-wood, но теми, именно тем методом, которым мы сейчас будем доказывать, вот и самое простейшее, да, какие варианты успокаивающих множителей можно рассматривать, давайте напишем варианты успокаивающих множителей, ну какие рассматривать, на самом деле рассматривать для разных еще других теорем, вот, и поняли, что вот, например, можно рассматривать, например, возьмем частично Эдлерово произведение какое-то, да, но смотрите, я здесь напишу, так как у нас здесь это от T на этой единице минус S в степени 1 и 2, то есть обратное к Z в степени 1 и 2, например, можно такое рассматривать, или похожий, можно рассматривать ряд Дерехле, да, какой-то конечный ряд поленом Дерехле с какими-то коэффициентами альфа-тен, где на самом деле, если рассматривать ряд Дерехле с коэффициентами альфа-тен, то это будет просто приближать Z минус, ну это Z минус 1 вторая тезь, то есть приближение какое-то к Z минус 1 вторая тезь. На самом деле, действительно, окажется, что это такие хорошие успокаивающие множества, они действительно как бы в среднем, интеграл в среднем, они как бы успокаивают, да, то есть приближать к константе. Вот, но на самом деле, вот если мы рассмотрим с помощью вот этих успокаивающих множеств, 1 и 2, Сельбергу удалось получить только вот, ну, наилучший результат, что вот и 0, а t это больше, 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 чем t двойной логарифм t. Вот, и в конце концов, это на самом деле будет, ну, даже понятно, откуда это будет следовать, это из метода комплексного интегрирования, из той лема, которую мы сейчас доказали, будет следовать, что лучше брать, значит, этот тез похожий, да, на то, что там в случае 2, то есть это конечный какой-то ряд в Дерехле, который приближает Z в минус 1 второй степени от тез, но здесь умноженный на, например, какой-то пленом от вот такой величины. Вот он, например, это просто полином, это x, да, то есть здесь вот эти коэффициенты, такой ряд в Дерехле, конечный, да, вида альфа от n поделить на n степени, но умноженный, например, на множитель вида логарифм x поделить на n, деленный на логарифм x. Вот уже с таким множителем, с такими успокаивающими множителями уже все будет работать, можно взять практически произвольный многочлен, вот, и Сельберг доказал свой результат. Вот, ну и, наверное, сегодня на этом лекции завершу, и завтра, на следующий раз мы уже продолжим доказательства этой теоремы. Мы увидим, ну, и экспоненциальное обывание гамма-тез мы сразу вычислим, и домножим на то, что нам нужно. Вот, возьмем специальный успокаивающий множитель, который, ну, можно брать разные способы, мы возьмем, который нам будет более удобным, чтобы мы две теоремы одновременно доказали, и посмотрим, как, на самом деле, я еще тоже сейчас не сказала, из оценок среднего на интегралы и интегралы g мы получим, ну, мы получим оценку снизу на меру множества e, как бы вот это множество, состоящее из точек t на промежутке от t до 2t, где у нас функция имеет менять знак. Вот, тогда лекции на сегодня закончим. У нас еще нужно будет, наверное, полторы лекции, чтобы доказать эту теорему. Субтитры создавал DimaTorzok